Телерадия компания Могилеу стала первоможцей республиканского творческого конкурса «Моцная семья. Моцная держава». Все лето на конкурс было представлено больше за сотню творческих работ от 76 редакционных СМИ. Материалы наших коллег, лепшаяся род региональных электронных СМИ, другий год за пар. Урочистая церемония ознагородживания прошла подчас круглого стола в Минском храме угона русских святых. По традиции, подведение выника у конкурса «Моцная семья. Моцная держава» промерковали до Дня Мати. Подея стала подставой у черговый раз узнять и обмерковать тему семейных взносин, а так самую роль у СМИ у громадствия. Показать лучшее, что есть у нас, у белорусов. Показать простого человека, показать семью, порассуждать вместе с обществом о проблемах, которые есть. Показать, что мы сегодня думающая нация. И все это должно взращиваться национальным информационным пространством. Сродки массовой информации, яке больше профессийно и якосно надали увагу тейны семьи, отрымали подчасные узнагороды. У Перамужцах ся род региональных электронных СМИ, телерадо и компания «Могилёв». Лепшими так само назвали материалы наших коллег Сашклова. На перед дни Дня Мати у столичным храме усих святых отслужили молебен и узгадали место женщины Мати во умовах сучасного життя. Усих святская царква у Минску – один из самых высоких храмов УСНД – 74 метры. Это не только место для набаженства и религийных обрадов. Усих святская царква – это храм-мемориал, храм-помник один и Украине. У крыбки храма похованы останки трех невядомых солдат, які загинули у битвах трех воинов. Айчинны войны 1812 года, Первой и Другой Сусветной войны. Крайне важно посидеть и подумать, особенно женщинам, как растить и воспитывать будущее поколение. Потому что женщина на должности, она еще и мать в жизни. Это еще и семья, это еще и воспитание, это еще и любовь, и вера, и, наверное, надежда. Олена Соловьева, Витальй Алексеенко, Новинрегион.